Добрый день! Вы на лайфе. Это грамотный выбор. С нами вы остаетесь в курсе главных событий к этому часу. Я чувствую себя лошадкой, которая первый снег, почуя, тянет носом в воздух и пытается понять, что происходит. Снежок в Москве, как всегда, внезапный, при этом ожидаемый. ГИБДД заранее призвала всех автолюбителей не ждать коллапса и скорее переобуться. Что сейчас происходит на улицах Москвы? Это видео с Тверской. Камера направлена в сторону Манежной. Площади виднеется ГИМ. Исторический музей не выглядит пока по-праздничному и по-снежному. Видимо, падает снежок и тут же тает. Пойти или ехать сейчас имеет хороший вопрос. Ехать или ходить сейчас по улицам города. Имеет ли смысл бросить свой автомобиль? Первый снежок влияет на ситуацию на дорогах. Как в этот раз знает аналитик центра Яндекс.Пробки Александр Медников. Здравствуйте, Александр. Снежок, наверное, увеличил пробки на московских улицах. Что у нас сейчас и как добираться домой вечером? Вообще снег действительно является, можно сказать, самым страшным фактором для автомобилистов. Но не такой, как сейчас. Потому что при температуре около нуля он тает под колесами машин. И в целом получается не страшнее, чем дождь. Ну, с учетом того, что снег небольшой, можно считать, что это небольшой дождик. И в результате мы с утра сегодня видели, в общем-то, обычные 6 баллов. Правда, продержались они подольше обычного. Сейчас в середине дня мы видим 5 баллов. Это тоже где-то на уровне обычного или чуть сложнее. Но это буквально где-то, может быть, в полбалла-балл разницы. Ну, то есть нельзя назвать выдающимся уровнем пробок. И, скорее всего, пока температура сильно не переваливает за ноль, мы не ожидаем по-настоящему таких коллапсов, которые помнят автомобилисты в снежные дни. Иногда люди смотрят прогноз погоды и оставляют машину, едут на метро, и дороги от этого пустые. Вот в этот раз, по вашим оценкам, много испугавшихся автолюбителей? Мы действительно наблюдали ситуации, когда был прогноз неблагоприятной погоды, и на следующий день прогноз не сбывался, а пробки были даже меньше обычного. Довольно уникальная ситуация, поскольку все-таки пробки в необычные дни, они всегда больше. Трудно себе представить, почему автомобилисты разом не поехали. Но вот сейчас такого не случилось. Все-таки пусть и пугали автомобилистов, но погода ухудшилась достаточно, чтобы осложнить дорожное движение. Может быть, кто-то и отказался, но их не так много, чтобы у нас был, наоборот, необычный спад. Спасибо вам, что держите в курсе. Хорошего дня. Сегодняшний снежок не окончательный, говорят синоптики. Он растает, и на смену ляжет новый совсем скоро. Дыхание зимы, причем оно довольно-таки преждевременное. В течение сегодняшнего дня столичный регион будет находиться под влиянием слабо выраженного атмосферного фронта, поэтому пасмурно. Будет идти небольшой снег. Ну, максимум, по нашим оценкам, это 2-3, может быть, 4 сантиметра снега. Поэтому начнется формирование такого неустойчивого временного снежного покрова. Ну и температура в столице не превысит сегодня нуля плюс двух градусов. Грустно, но нам, метеозависимым людям, легче не станет. На этой неделе было экстремально высокое давление, голова гудела. Теперь давление будет необычно низким. Голова болела от трех факторов, невидимых обычному глазу. Это высокое, аномально высокое давление, это плохая экологическая обстановка и, в общем-то, к сожалению, таких довольно значимых магнитных бурь. В течение этого времени, ближайших суток, давление будет падать, оно постепенно вернется в рамки климата. Ветер усилится, соответственно, усилится и турбулентное перемешивание, проветривание. Поэтому экология вернется в нормальные показатели. Ну, а давление, давление, конечно, будет резко меняться и даже окажется потом ниже нормы. Поэтому это единственный фактор, который скажется на самочувствии метеозависимых людей. Уже сообщают об отмене рейса в столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево. Якобы из-за снегопада более 20 самолетов стали. Это данные из Яндекс.Расписание. Но в пресс-службе Домодедова опровергают. На данный момент говорить о сложных метеоусловиях не приходится. Я только что связался с нашими коллегами, которые отвечают за техническое обслуживание аэродрома. Они уточнили, что больше 10 тысяч метров видимость в районе аэродрома Домодедово. Поэтому погодные условия благоприятные. Работаем штатно. Никаких отмен или задержек рейсов, связанных с метеоусловиями, нет.